В прошлый раз, когда я проповедовал, я затронул один псалом, который я читал и говорил о понимании, которое говорилось о том, чтобы удовлетворить желания наши, то есть наши уста. Когда я читал, зная, что тогда уже похоронили останки Валеры, я зачитывал и один стих мне очень сильно в этом псалме черкнул, ранил мое сердце, чтобы я его разбирал. Потому что, когда я говорил это слово, я понимал, что оно звучит так, как будто сверхъестественно должно произойти в нашей жизни. И 102-й псалом, давайте еще раз мы откроем, с 1 по 6 стих. «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, увенчает тебя милостью и щедротами. Потом насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». И вот 4 стих, конечно же, он так, знаете, он резнул мой слух, потому что я понимаю, что многие те, кто были друзья Валеры и верующие, надеющиеся на Господа, знают о воскресении из мертвых, зная, что Бог может поднять мертвых. И мы видим эти результаты молитвы и видели о том, что происходило. Даже у нас вообще, если вы помните, когда мы собирались в другом здании, у нас во время служения одна старушка просто отошла в вечность, посинела, и мы начали сильно за нее молиться. Когда она очнулась, говорит, а я так мечтала умереть на служении, только не в мое время, знаете. И вот как раз вот это место избавляет от могилы жизнь твою. Я понимаю, что оно как бы так вот резнуло мое слух. Я понимаю, и такое чувство пришло, что многие вот задали вопрос, ну вот а почему не избавил Господь Валеру от могилы? То есть как бы это как бы сущность. Если Он избавляет, то Он должен избавлять. И когда я начал исследовать, потому что Бог положил это на сердце, глубоко оно легло, потому что я не понимаю, как иногда и объяснить, пока Бог не начнет мне просто показывать, говорить, как объяснить людям немножко это. Мы все умрем. Рано или поздно. То есть как бы мы имеем какой-то особенный, может быть, потенциал нашей жизни внутри нас, с которым нужно прожить этот путь. Только Бог знает времена и сроки, когда мы отходим в вечность. Но вот жизнь Кощея бессмертного на земле невозможна. Вот желание прожить долго есть, а жить вечно вот здесь на земле у некоторых людей хочется, но не получится. И вот момент здесь очень важно понимать, что приходит время, которое нам нужно будет отдать и вечность. А здесь, пестигивает, Он избавляет от могилы жизнь свою. Вот значит, это обещание, оно должно быть реальным, правда? И я начал исследовать это место. И знаете, хорошо, когда у тебя есть книги, которые для изучения. Вот хорошо, когда ты еще учишься дальше. И поэтому у нас существует Библейский институт, где можно ковырнуть, где можно исследовать, где можно читать. И слово искупление, то есть написано, и избавляет. Избавление – это то же самое слово, как искупление. Мои мониторы пищать немножко. Слово избавление, оно сочетается с словом искупление. А искупление означает выкуп кого-либо, либо чего-либо. Еще раз, хочу, чтобы вы понимали, избавить, здесь пересекается за словом искупить. И от могилы жизнь свою. И оно означает выкупить, искупить. Хотелось бы посмотреть на другие слова, что означает на иврите и, может быть, на греческом. Потому что эти слова, чаще всего, они дают, раскрывают сущность. Потому что Библия, Писания, написаны они на иврите, на арамейском, там еще греческом языках. И вот особенно Новый Завет записан весь, почти на греческом языке. И вот смотрите, на иврите слово искупить означает гаал, что относится не к самому действию искупления, а к искупителю, то, кто искупляет. И вот здесь это слово искупляет, выкупляет, то есть делает за тебя какой-то взнос, или же оплачивает твою жизнь и искупляет от погибели. Но это место, можно найти это слово еще, в истории Руфи. Кто помнит, кто такая Руф была? Не многие, да? Если нет, то почитайте. Это была Моавитяна, которая была замужем за евреек. Еврей умер, она осталась одна, будем говорить, со своей свекровью. Свекровь ее отправляла домой, она не захотела, она решила оставаться с еврейским народом. Он произносит такую, как бы, клятву, что твой народ будет моим народом, где ты пойдешь, туда я пойду, где ты умрешь, там я умру. Твой Бог будет моим Богом. Вот это, как бы, такое обращение, такое некое обращение в иудаизм, но это решение встало ей испытание. Она следовала за Богом, не желая, не желая, может быть, желая, но не имея шансов что-то получить. Вы понимаете, мы иногда следуем за Богом с такими перспективами, что если мы будем служить Богу, мы что-то получим. Эта женщина показала себя совсем другой. Она следовала за Богом, не имея шансов ничего взамен получить, никого богатства, ни полей, ни золота, ни серебра. Все, что она могла сделать, прийти со своей свекровью, жить в скудости, ходить на поля, по чуть-чуть собирать то, что было утеряно. И, может быть, она проживет. Такой надежды, в такого Бога верила. И в ее жизни произошел переворот. Воос, который был родственником, вот здесь используется слово «он искупает», «выкупил». Он становится прообразом искупителя, не просто поля, которое уже принадлежало другому ближему родственнику, чем Воос. Он выкупает ее с, знаете, вот с пожеланием, или даже можно не желать, с тем, что он берет ее замужем. Вот это слово, как раз здесь «выкуп» именно с вознаграждением идет. Он мог просто взять эти поля, но не смог бы. Но поэтому он, влюбляясь в нее, он делает ей вот этот выкуп, который, здесь говорится, из могилы он искупляет. Гаал. То есть выкупляет из той могилы, которой она бы попала в свою жизнь. То есть не было никакой надежды. И это очень интересно. Но, знаете, все-таки еврит – это одна часть. Я, будучи любопытным, хотел посмотреть, а что же означает на греческом языке эти слова. И, знаете, я по большому такому удивлению моему, там используется, в разных местах есть четыре синонима. Ну, примерно где-то четыре синонима греческого слова. Вот это слово «искупитель». И для меня стало интересно, что оно означает. Первое. Слово «агараза» означает «рынок рабов». Непосредственно связано с этим словом «искупитель». Почему? Откровение Иоанна, 5 глава, 9 стих, используется это слово. Иоанн в Духе Святом. Вы понимаете, помните, что он в Духе Святом получит откровение. И Дух Святой ему говорит. Иоанн пишет слова. И вот здесь, в одном месте, использует это слово «гаразао» – «рынок рабов». И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печати. Ибо ты был заклан, и кровью искупил нас Богу из всякого колена языка народов и племен. Вот здесь слово «разные племена», вот это слово «рынок рабства». Ты пришел в рынок рабства. Ты пришел на рынок рабов для того, чтобы освободить. Другими словами, Бог посылает Своего Сына, и Тот оставляет красоту и славу небес. Иисус приходит на рынок рабов, слово «искупитель» в контексте греческого языка, на рынок рабов, для какого-то действия. Пришел, чтобы рынок этот освободить. В четверг, буквально вот несколько дней назад, два дня назад, мы встречались с представителями движения А21. Кто из вас был на этой встрече? В основном, наши люди были, человек 5-6 наших людей было на этой встрече. Группа, молодежная группа движения А21 представляет собой движение молодых людей, или вообще верующих людей, или даже неверующих людей, которые борются против современного рабства, против эксплуатации людей на черном рынке. Этот вопрос очень современный такой, даже очень реальный. Мы, как верующие люди, особенно в современном мире, мы думаем, что вопрос рабства должен был уже, был решен еще после рабовладельчества, да, вот. Мы, как бы, как порочное состояние общества, в котором люди жили. Но на самом деле, в этом мире ничего не менялось, но наоборот, этот рынок такого криминального действия, криминалисты, это очень сильно расширяется, особенно в современное время. Я вам скажу честно, жизнь человека, вот самая низкая цена на черном рынке человека, ну, личности, 90 долларов. Вот это вы не можете представить себе. Сегодня в мире находится в рабстве около 27 миллионов людей. 27 миллионов людей. Интересно, да? Полукраины в рабстве. По количеству, да, вот такому. И здесь этот вопрос очень страшный, потому что мы надеялись, думали, что мы живем в обществе или же в мире, где рабства как такового нету и не может быть. Но мы забываем, что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И Бог хочет, чтобы мы были освобождены. Я вернусь во времена библейские. Каким образом, как существовал этот рынок в того времени? Почему Дух Святой именно показывает Иоанну именно это слово раб? Вот слово, не то, что это не раб, а рынок рабства. И смотрите, на этом рынке всегда были покупатели. Я знаю, что многие смотрели фильмы. Многие из вас переживали какие-то такие вот фильм, например, там, «Гладиатор». Помните, да, как люди продавали? Бенгур один из них, еще более библейский. Еще я понимаю, что были рабы, которых продавали. И вот здесь Иоанн пишет об этом, потому что на рынок приходили покупатели, которые выбирали себе людей по нужде, которая у них происходила. То есть, нужны были люди, которые занимались одним, вторым, третьим делом. И людей выбирали как скотину, то есть, как животных. Им смотрели, зубы открывали, рот смотрели на их здоровые зубы, человек здоровый, как к лошадям смотрели. Но их также еще били, специально били, обзывали, плевали на них. Смотрели на их реакцию, как он будет реагировать, на какой агрессии он находится. И их бичевали. Вот прилюдно, например, вот человек есть, там стоит, он говорит, мне он подходит, но мне нужно для какой-то особенной работы. Я говорю, дайте ему пару плетей, так, чтобы это самое. И смотрел, насколько он мог вынести наказание всего этого. Более того, их обзывали всякими словами. Подходили, в лицо плевали и смотрели, какая будет реакция человека, как он дергается, и проходя мимо, например, просто резко давали пощечину такую, дайте вот специально, чтобы смотреть, на что человек, как он реагирует всего. Более того, они все были обнаженные, то есть, все были обнаженные люди. То есть, это унижение. Мы себе не можем представить это все. Но именно Иоанн, он использует это слово, потому что Бог хотел показать, что здесь, в данной ситуации, Ишуа пришел в рынок рабства. Мое личное понимание, для того, чтобы самим стать рабом. Ишуа приходит, вот это слово рабство, он приходит на рынок рабства для того, чтобы самому стать рабом. Относительно филиппийцам написано, что он смирил себя и стал подобно рабу. Раб. Он пришел на рынок рабства, чтобы стать рабом. Если вы помните, да, это очень важная часть, потому что следующее слово, которое говорит, здесь используется, экс-гаразо. Ну, понятно, что экс-гаразо, что-то связано с приставкой экс-с или из. Из рынка рабства. Галатам 3.13 говорит, ибо Мессия искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Вот здесь вот искупил, из, слово из. Можно прийти на рынок рабства и остаться рабом, и там никогда оттуда не выйти. Но он пришел, чтобы сделать что-то большее. Он пришел стать рабом, быть униженным, быть оплеванным, быть посрамленным, быть раздетым, быть наг, да, но чтобы и потом избавить нас из этого рабства, освободить нас. Это очень важная тема, потому что Писание говорит о том, что ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Каждый из нас, поверьте, каждый, каждый, каждый из нас на каком-то этапе своей жизни мы были рабами греху. Мы были рабами греху. Представьте себе этот рынок, рынок рабства, греха, который многие люди находились и находятся, и многие из нас были на нем. Это то, чему мы были проданы. Через падение Адама мы были проданы греху. И этот грех, он господствовал над нами. Как это было? Как это было? Как это произошло? Каждый из нас понимает, что дьявол – это личность, которая послужила падению человека. Но все же, сатан, имеющий право на господство земли, которое он получил от Адама, был хозяином рынка. И он остается хозяином рынка. Написано, что он господин века сего. Согласны? Нет? Он господин. Он хозяин рынка. Рынка рабов. И этот рынок рабства, он связан с грехом. Представьте себе аукцион, который происходит. Например, грех прелюбодеяния, лжи, махинации всевозможных, страсти, сексуальное возвращение. Этот рынок, и там покупателем становится грех. Вот люди в этом мире находятся на рынке рабства. Дьявол является господином, продавцом. И грех он господствует. Он покупает человека, и человек становится рабом этого греха. Вот так этот мир, он существует. Каждый из присутствующих из нас, каждый, я в том числе, мы были рабами греха в той или иной степени. Мы были проданы в рабство, похотям, желаниям своим, непотредствуем. Многие из нас, может быть, удерживаются до сих пор всякими привычками и рабами. Кто-то может быть увлечен привычками алкоголя, наркотиков, может быть, даже порнографии, ярости, гнева, соблазна, сквернословие и так далее. Этот грех, он удерживает человека. И все же в один момент нашей жизни, я говорю сегодня тем, кто здесь находится, присутствует уже верующий давно, в нашей жизни произошел обмен. Мы были выкуплены творцом из рабства, которое называется этот мир, грех. Я вам приведу один пример, очень странный пример. Кто из вас знает такого пророка Осию? Кто-то читал, да? Когда читаешь на русском языке, очень там сложный такой оборот, где как будто, знаете, вот Бог заставляет Осию жениться на проститутке, на блуднице. Но на самом деле у Осии была жена, которую он взял оттуда, из этих женщин, и она имела трех сыновей. И в свое, в одно время она потом ушла от него и опять ушла в проституцию. И знаете, странно, но здесь вот один стих, который здесь мне очень понравился, его искупление, здесь говорится, и сказал Господь мне. Это Осия 3 глава, с 1 по 3 стих. И сказал, слово сказал там на иврите, говорит, приказал. Не просто, говорит, предложил. Хо, ну вот, ну вот, бедная такая, ну предлагаю тебе, ну возьми ее в искупе. Он тебе, ты это сделай. Приказ, я тебе говорю, я приказываю тебе, иди еще и полюби женщину. Слово там женщину обращается именно как жену. Не женщину, ну как бы просто такую вот незнакомку, а именно жена, то, которое было связано с законом. Свою жену еще раз, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сыновь Израилев. А они обращаются к другим богам, любят виноградные лепешки их. И вот здесь, по-русски там вот, и приобрел, и приобрел я себе за 15 серебряников и за хомер ячменя и полхомера ячменя. То есть, он говорит, и Осия отвечает, я пойду и сделаю, я пойду и приобрету. Я себе представляю, это такой момент, я не знаю, знаете ли вы статистику немножко, вот наша встреча с этой командой А21 показала нам многие проблемы этого мира, рабство. И эти девушки, которые нам делали презентацию из Киева, из церкви Хилсонга, они рассказали о том, что средняя статистика эксплуатации девушки на рынке проституции за границей или же на Украине, разницы нету, примерно 2-3 года жизнь проститутки, потому что потом этот товар не ценится. Вы понимаете, да? После того, что с ней происходит, после того, как ее покупали 300-400 раз, это уже не товар. но также они говорят, что для сутенеров, которые покупают девушек для этого бизнеса, это самый большой бизнес в мире, чтобы после наркотиков, оружия и третье, это торговля людьми. примерно цена девушки для такого бизнеса стоит от 1500 до 2000 долларов, и которые сутенеры отбивают за первые 2 недели. Все остальное это его чистая прибыль. Понятно, да? Я просто вам говорю такие факты, которые, чтобы вы понимали, что этот мир, он жесткий, жестокий мир. И представьте себе, что мир не менялся уже в течение сотни лет, тысячи лет, которые происходят. И здесь мы видим, что блудница есть блудница тоже. Она возвращается, потому что здесь Иосиф говорит, что он ее купил, он выкупил ее, он купил ее за 15 шекелей каких-то таких. И другими словами, сколько раз ее перекупали, сколько ее покупали, раз использовали, опять выставляли на торги, неизвестно. И вот приходит время, когда с тебя нечего взять, ты ничего не стоишь. твой вид, твои способности, может быть, то есть ничто не стоит. И чаще всего, если в этом мире, то людям не дают свободу, им просто передвигают их от одного действия в то, в другое. То есть становятся уборщицем или там еще, на какие-то работы, на каторги отсылают. То есть человек умирает, в существенно, в современном рабстве. И вот представьте себе тот же торг, тот же рынок рабов и проституция была то же самое, как в то время, как бизнесом. И представьте, что уже никто не берет жену пророка, никто уже ее красоту и грацию никто не замечает. Она была уже использована, может быть, сотни, тысячи раз, и ей цены уже никакой. Иосия среди толпы говорит, я ее куплю. Я ее куплю. Выкуплю из этого рабства. И вот здесь используется именно из этого рабства. Еще раз, еще раз. Этот момент очень хорошая картина Мессии, которая, несмотря на наше предательство, на наше возвращение опять к греху и к прошлой жизни, потому что многие из нас как бы так возвращались на твою блудботину. И он говорит, я хочу выкупить, я хочу искупить. Это слово искупление, выкупить из этого рабства, из рабства рынка. Здесь то же самое слово используется, которое выкупить из этого рабства. Искупление и выкуп за нас, которое сделал Мессия. Он пришел в этот мир, этот греховный мир, на рынок греха и отдал себя в жертву, чтобы этой жертвой можно было выкупить многих из нас. И картина искупления. Всего лишь за 15 серебряников Осия выкупает свою жену. Это странно. Но знаете, представьте себе картину одну. Если бы Адам не присутствовал рядом возле своей жены, когда она согрешила. Представьте, что если Ева была в отдельном месте, хотя мы понимаем, что Адам был рядом, я просто говорю, как бы, как картину. А Бог общался с Адамом. И вдруг один момент Он говорит, Адам, у меня неприятнейшая новость для тебя. Твоя жена, которую ты любил, она согрешила, поэтому грех он убивает, она не будет жить, она достойна смерти. Он говорит, как? Невозможно, я же люблю, это плотят плоти моей, и косят кости моей. Я не могу, я готов за нее умереть. Мы понимаем, что этого не было, но я могу представить одну вещь, что Бог мог общаться со своим сыном и сказать, тука, та невеста, которую ты так любишь, она должна умереть, она согрешила. И вот там Он говорит, я хочу дать выкуп, я пойду на этот рынок туда пойду, я буду там, чтобы ее выкупить. В это количество людей ходит вы и я. Интересное слово, которое используется еще в греческом, это слово лютросос означает полная цена раба. Полная цена раба. Как это объяснить? Чем больше заинтересован покупатель в каком-то товаре, тем больше можно накручивать цену. Кто-то замечал это такие, да, вот. Идешь, как только ты что-то хочешь, и сразу цена увеличивается. Я помню, когда мы делали стройку и так далее, и шли на базар, договаривались об одной цене, которая была у нас за работу. Эти люди приезжали к нам домой, и сразу цена увеличилась вдвое. И Татьяна говорит, подождите, мы с вами договаривались об одной цене. А вы что, знаете, где вы живете? Татьяна пошла делать документы, чтобы разрешение на постройку дома, и сразу посмотрели на адрес, сразу говорит, это будет стоить денег. А говорит, за что? Вы же в таком районе живете. Давайте вот такой момент. Здесь вопрос цены. Как только встречаются с людьми, которые заинтересованы в какой-то вещи, цена вопроса поднимается мгновенно. И я хочу показать вам эту цену искупления. Хочу показать для вас то, что сделал Христос для нас. В Евреям 9 глава 12 стих. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот здесь слово вечное искупление связано со словом лютрес, означающее плата, требованная выкупом. То есть полная плата с выкупом. Если продавец товара видит заинтересованность, он поднимает цену. Адам продался греху, стал рабом падшего, ангела, я имею ввиду. Но всемогущий Бог захотел искупить человека. Его желание было выкупить тебя и меня. Мы попали на рынок рабства с вами, я уже говорил. И Иешуа пришел, чтобы выкупить. как можно объяснить это? Если бы представить себе картину, то каждый из нас был на каком-то блоке, или на квартал. Квартал, например, удовольствий. Квартал вранья или же каких-то зависимости. Представьте себя, что вы стоите там возле квартала, приходит покупатель и говорит, вот этот парень мне как раз нужен для моего дела. А вот там девушка, и для нее у меня работа есть в моем царстве. А вот этот тоже, ну, неплохо, он крепенький, он выдержит много, потому что сверх силы не дам. и потом еще, и тут говорит, а сколько будет стоить за всех их заплатить? Видя заинтересованность, наверное, там была цена оговорена. И дьявол говорит, ты хочешь их всех? Ты хочешь забрать и выкупить их всех? Там будет цена, цена твоего сына. За них я возьму жизнь твоего сына. Жизнь за жизнь, кровь за кровь. За всех их цена твоего сына. Эта цена была, вот, использована здесь слово полнота, выкупа. И я хочу, чтобы вы понимали, что мы сегодня искуплены, искуплены от греха, если мы верим в Ишуа Мессию. Если ты так хочешь, то эта цена, которую дал Ишу, и Бог за тебя был его сын. Для того, чтобы всех выкупить подневольных, чтобы сделать нас не рабами, а сыновьями, потому что следующий этап искупления, не сделать нас подчиненными рабами, исполнять все то, что скажет нам наш новый господин, но чтобы сделать нас сыновьями. Кто из вас помнит фильм Бен Гур? Смотрели, Очень, очень интересная тема. И я когда увидел этот картинок Господа, когда будучи молодым евреем, когда он был богатый, независимый, можно сказать, своей наивности, он не желает этого получилось, так что он покусился на римского прокуратора. За это, даже то, что было случайностью, его сослали на галеры, он стал рабом на галерах, это был приговор к смерти. Но во время боя, он показался очень грамотным человеком, там история очень интересная, но в любом случае, он спасает одного из римских генералов, и этот генерал, будучи благодарным ему, он мог его просто отпустить, он сказал, теперь я тебе даю письмо, ты будешь свободным, тебя никто не тронет. Это можно было сделать, но генерал делает намного больше, он не только его освобождает от рабства письмом, но он усыновляет его и делает его своим сыном, будучи сам был без наследника, и тот меняет имя, он становится очень важным и влиятельным человеком, и приезжает потом к себе в Палестину, или идею этого времени. Эта картина очень интересна, потому что Господь Ешуа, Он приходит в этот мир, не для того, чтобы просто прийти на рынок рабства, Он приходит туда, стать рабом, и этим рабством искупить нас из этого рабства, не для того, чтобы сделать нас рабами, но чтобы сделать нас сыновьями и дочерьми. Удивительно, что такое искупление? Это быть выкуплен от смерти и дать нам усыновление. Этот момент я обращаю именно к Валере. Когда я смотрел на эту часть, я понял, что в его жизни было время, когда он был рабом греха, наркотиков, привычек, и он пришел к Богу, приняв Ешуа личным спасителем того, кто пришел в этот мир, искупить его, он стал свободным и стал называться Сыном Всемогущего. Таким образом мы спасены от смерти. Таким образом мы спасены от смерти, когда мы знаем, что мы искуплены тем, кто умер за нас, воскрес и дал нам силу. Я хотел бы, чтобы мы сегодня подумали о будущем. Кто мы? Какое будущее у нас? Смерть. Когда мы думаем об этом слове, что оно для нас означает? Галатам 4,7 говорит, посему мы ты уже не раб, но сын. А если сын, то наследник Божий через Ешуа Мессию. может быть не до конца понимаем, что это такое. Может быть не все понимают, что это такое. Потому что в Евангелиях Матфея и Луки описывается родословие Ешуа Мессии. Один начинает с конца вперед, а другой до него или от Ешуа до конца. И вот Луки 3 глава 38 стих говорит Иносов, Сифов, Адамов Божий. То есть в других переводах говорит сын Иносов, сын Сифов, сын Адама, сын Божий. И если смотреть на его родословие, то мы тогда поймем, что он не просто искупил нас, а сделал нас сыновьями и дочерьми, только если мы будем в это верить. Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. наша жизнь дана нам руки и только от нас зависит, как мы ею распорядимся. Валера знал своего мессии. если вы внимательно посмотрели фильм, везде он был с гитарой, он везде хотел петь о его любви и искуплении. Он знал, кто такой искупитель. Искупитель его жив, а он искуплен от смерти по одной причине. Он уверовал в него, уверовал. Любящих его все содействует ко благу. Если вы никогда не принимали Ишуа личным спасителем, и вы остаетесь рабами на рынке рабов, хозяином которого является сатана или падший ангел, хочу дать вам новую добрую весть. За вас на Голгофском кресте заплатил Мессия за твою жизнь. Все, что тебе нужно сегодня сделать, поверить, что это искупление, этот выкуп был заплачен сполна. Твоя цена, которая поставлена была дьяволом перед Богом, заплачена была сполна. Без пролития крови нет прощения грехов. Грех побежден, если ты позволишь Богу прикоснуться, извините, пригласить Его в свою жизнь. И когда придет твой черед встретиться с Всевышним, тебе не будет страшно перейти к вечность, потому что там нет смерти, там искуплены, там встреча будет с тем, кто искупил нас. Поэтому мы, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Это слово искупитель намного больше имеет силы, какие-то деньги, программы, какие-то действия, которые мы делаем, что-то в нашей жизни, какие-то вещи производим. Принять искупление, искупителя, который избавил нас от рабства, намного сильнее, чем все, что мы обладаем. быть свободным, это счастье, что люди не могут тебе сказать, что делать или как делать. И чаще всего меня спрашивали, что если Бога нет? Что если Его нету вообще? Тысячу раз летали в космос, Бога не видели, ни рук, ни ангелов. что если? У меня вопрос, а что если Он есть? Бога никто никогда не видел, но мы все Его переживали, даже неверующие переживали. Почему-то во времена опасности мы не кричим «Дьявол, помоги!» Говорю «Боже, помоги!» «Да сохранит тебя, Господь!» Подсознательно. Вещи, когда происходят, ты где-то идешь по улице, пытаешься перейти дорогу и вдруг мгновенно тебя как будто толкнул и мимо пролетает машина. А, реакция. Слушайте, когда я уверовал, мне друзья говорили «Бо, попал ты теперь, мужик, попал, бухать ты не можешь, там, с девчонками там как бы делай шуре-муре тоже как бы что это за жизнь? Вот что это за жизнь такая вот? Это так мы думаем. Вот все, что они думают, быть рабами этих всех вещей». Я говорю «Слушай, давай так, вот для тебя это жизнь». Ты пошел на дискотеку, нахрюкался, тебе дали хорошо по фейсу твоему контроль сделали, да? Ты приходишь домой, открываешь дверь, ногой, и жена спрашивает тебя «Ну, как дела? Ты ей помнишь, глаз даешь?» И говоришь «Молчи, жена». Это самое, утром встаешь, голова такая, синяки большие, все течет, жена ушла, это самое, дети, дети на тебя наплевали, ты остался к старости один, совсем один. Я говорю «Это жизнь?» Ну, хорошо, Бога нет, ты умрешь, вот так вот и все. А если Бог есть? Давай возьмем такую простую жизнь. Я верующий человек, я служу Богу по моему описанию, я люблю свою жену, я ей не изменяю, у меня прекрасные дети, с которыми можно было провести время, побаловаться с ними, и их не лупасить, не бить, не гнобить, не обзывать, провести с ними время. Я полноценный гражданин своего общества, я не краду, я не ищу какие-то вещи, чтобы нажиться, я исследую по Писанию, ну вот, как требует от меня Библия, что плохого, каким паразитом я могу быть для общества? Никаким. Но тогда, если Бога нет, то я умру со своим пониманием, со своим решением, со своими делами, которые, я умру, а если Он есть, то как ты предстанешь пред Богом, как я предстану пред Богом? Вот для тех, кто еще не уверен в своем спасении, задайте себе вопрос, что может быть за пределами смерти? что может быть? Для некоторых неизвестность, а для меня полная известность. И если там, Бог говорит так, те, кто сомневающийся, если там никого нет, то я умру со всеми своими делами, со всеми своими бомбасами в голове, в то, что я верил, как мне вот у нас там ситуация была на дому, прибегали все соседи и кричали, где этот поп, где этот поп, где этот поп, Олег говорит, так он не поп, он раввин, он говорит, да, я тоже все на Богу хожу, а давно уже не было, сразу поменялась вся история, знаете, такая, начали уважать там сразу, ну, сектант или так далее, вопрос не сектантства, веры, веры в того, кто искупил тебя, я предлагаю вам сделать это решение, принять Ишуа личным спасителем и искупителем, то, кто искупил полной ценой тебя с этого рынка рабства, унижения, проституции этого мира, поругания, все взял на себя, его били по щекам, уплевали в лицо, его унижали, его говорили неправду, с него сорвали всю одежду, он был нагим, его бичевали и в конце его прибили, как раба, проклят всякий, висящий на древе, я думаю это достаточная цена для того, чтобы стать сыном и я благодарен за это Богу, что он ради меня пожертвовал своим сыном, я думаю Валера тоже рад, что он тоже мог сделать это решение, следовать за ним, и если ты решился, все что нужно сделать, сказать Господь, я был рабом этого мира греха, и я понимаю, что ты заплатил за меня, я верю, что Голгофа покрыла все мои грехи, твоя кровь освобождает меня от моих проклятий, я принимаю тебя личным спасителем, я хочу служить тебе, помоги мне, мы сейчас встанем наши ноги, если может быть для многих из вас, то будучи верующим, ощутил себя как жена Осии, хочу вам дать совет, не сдавайтесь, позвольте вашему жениху, вашему спасителю, искупителю заплатить за вас, подчинитесь, вернитесь, потому что жизнь на земле так коротка, а за все пойдет задать отчет, я говорю за все я говорю вам возвращайтесь домой, идите домой к отцу, идите к тому, кто сильно вас разлюбил, так сильно, что отдал сына своего, оставьте этот грех, оставьте этот квартал беззакония и рабства, каким бы этот квартал ни назывался, страсть, похоть, ложь, гнев, раздражение, каким бы кварталом он ни назывался, я называю квартал не красных фонарей, а греховных фонарей будет оставлен вами все, что мы можем сделать, сказать, приди, я хочу знать тебя, Господь, хочу верить в тебя, хочу любить тебя, ты первая моя любовь, ты тот, кому я вернусь обратно, потому что я понимаю, что я здесь на земле не случайно, когда я падал, испотыкался, умирал в своих грехах, но я понимаю, что ты 2000 лет назад, 2000 лет назад пришел в мой квартал и сказал, я хочу взять его и ее и их, я хочу заплатить за них и выкупить, они мне нужны, я только я знаю, как я буду использовать тебя, хочу делать через тебя работу, только я знаю, сегодня Бог обращается к нам, что Он знает твое предназначение, и Он говорит, я плачу за них полную цену, скажи мне цену за людей, и было пролита кровь на Голгофе, но Он воскрес из мертвых для нашего оправдания, чтобы нас назвать сыновьями дочерьми, и как Писание говорит, избавить душу твою от могилы, это для этого Он пришел, для этого Он был рожден, для этого Он ушел, как раб и стал рабом, и вот для этого Его распяли, и ради нас Он воскрес, чтобы дать нам уверенность своих отношений с Ним. И сегодня это время сказать Ему Папа, я нуждаюсь в Тебе. Возьми меня за руку и веди меня в этой жизни. Спасибо.